Последние приготовления – грим, прически, костюмы. Юные артисты явно нервничают, вспоминают роли, боятся ошибиться в самый ответственный момент. В этот день они готовились выступить с театрализованным представлением «Коледа, коледа, отворяй ворота». Руководитель детского ансамбля «Калинушка» Оксана Афанасьева повторяет с подопечными историю празднования рождественских колядок. «Христос родился, прославляли рождение Христа. Желали хозяевам что? Богатства, хорошего урожая. Из-за этого хозяева что делали? Угощениями, все правильно». Все под контролем. К выступлению дети готовы. Руководитель ансамбля подтверждает – уроки по изучению традиций празднования святок ученики усвоили. «Я сама, честно, соблюдаю эту традицию. Мы каждый год с друзьями ходим, коледуем по разным домам, поем разные песни, колядки». «Какие традиции колядок вы знаете?» «Ну, ходить по домам, поздравлять людей, желать здоровья, счастья, всего хорошего. И получать за это подарки». «Угощения, да?» «Да, монеты». «Очень важно сохранять наши традиции. Мы как раз именно этим сейчас и занимаемся. Очень основательно. И проводим не только святки, но следующий будет праздник традиционный – это Масленица. Конечно, стараемся много детям рассказывать о наших традициях, приучать их к хорошему, конечно, к интересному, качественному фольклору». Ансамбль «Калинушка» в Доме культуры поселка Петровское у детишек пользуется большой популярностью. Здесь сочетают два направления – песенное и танцевальное. В народном стиле. Ребятам нравится чувствовать себя настоящими артистами. «Мне очень нравится выступать. И когда выступаю, мне очень весело и приятно, когда люди хлопают». Все гостей праздника угостили имбирным печеньем. Следующее выступление коллектив ансамбля «Калинушка» подготовил нам Масленицу, празднование которой пройдет в микрорайоне Купеленко 1 марта. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.